Если больному после разговора с врачом не стало легче, то это не врач, говорил академик Владимир Бехтерев. Здравствуйте, в эфире программа про здоровье. Сегодня расскажем. Команда художников. Наладили маршрутизацию и уменьшили показатели смертности. О переменах в отделениях Бердской центральной городской больницы расскажет моя коллега Светлана Шевченко. Сегодня всех бердских пациентов с инфарктами и инсультами везут по одному адресу в первичное сосудистое отделение неотложной кардиологии. В неделю около 15 обратившихся за помощью. В прошлом году статистика летальных случаев с острым нарушением мозгового кровообращения снизилась вдвое. Мы явились участниками реализации региональной программы национального проекта по борьбе с речесосудистыми заболеваниями. И в соответствии со стандартным оснащением первичное сосудистое отделение для оказания помощи пациентам с острыми сосудистыми катастрофами было полностью оснащено. Обследование делают на новом мощном компьютерном томографе и аппарате УЗИ. Система подачи кислорода позволяет оказывать качественную помощь пациентам. Не менее масштабные изменения и в хирургическом корпусе. Капитально отремонтировали четвертый этаж. Пока пустые помещения скоро обставят мебелью и техникой. Там же создали отделение травматологии. В одном здании прием специалистов и неотложная помощь. Стационар в этом же корпусе. Еще одно нововведение – единая служба эндоскопии. Теперь в Бердске проводят малые хирургические вмешательства. Раньше пациентов везли в областную больницу. Для реанимационных больных преимущественно. Вот запустились мы в месяц практически. Ну и нагрузки хватает. То есть есть потребность. Провести ремонт и реорганизацию хирургического отделения поручил губернатор Новосибирской области. С руководством города, с руководством министерства и больницы мы прошли все основные отделения. Понимаем сейчас, что необходимо еще. Очень хорошо, молодцы, многое сделали. В этом году мы выделим порядка 90 миллионов на больницу для того, чтобы дальше продолжить и ремонты, и укрепление материально-технической базы. На эти средства в Бердске продолжат ремонт и модернизацию городской больницы. Аутоиммунные заболевания в неврологии, ранний старт, ключ к успеху. Так называется конференция, которая прошла в мегаполисе. Ведущие врачи и ученые страны обсудили лечение рассеянного склероза и других заболеваний нервной системы. Причем некоторые диагнозы только сейчас верифицировали новосибирские медики. О диагностике, уникальных клинических случаях и препаратах ближайшего будущего расскажем далее. Лариса Степановна – опытный пациент центра. Стаж 35 лет. Заболела в 88-м году. Тогда вспоминает было 5 человек на всю область с таким диагнозом. Сейчас уже больше 700. Лариса Ларькина уже полтора года принимает участие в клинических исследованиях препарата. Чувствует себя намного лучше. Его еще нет в серийном производстве. Его еще не лечат, только исследуют его здесь. Ну а если поступит в производство в стационары, то, конечно, качество жизни у больных миостыней намного улучшится. По Новосибирске за прошлый год диагноз миостыния получили 56 больных. На 10 больше, чем в 2021-м. Регионы соседние часто удивляются, потому что, к моему сожалению, мало кто занимается миостынией. Вообще, это обычно идет у врачей первичной практики. И как-то так она растекается. Ее действительно достаточно много. И, в общем, конечно, ей тоже требуется специальная терапия. Тем более, что миостыния, в отличие, допустим, от рассеянного стероза, она несет непосредственную угрозу жизни. Ведь она может лишать человека возможности не только говорить и есть, но и дышать, потому что она поражает все мышцы. И, конечно, миостынический кризис всегда угроза. Миостыния – не самое частое заболевание среди аутоиммунных. Потому и опыт лечения в мире меньше, чем, например, в случае с рассеянным склерозом. Но Новосибирский центр в лидерах. Ольга Эпп переехала из соседнего региона, чтобы попасть к нашим специалистам. Плохо было. Очень постоянное двоение практически было в глазах. Из дома выходила очень редко. Ну, не работаю я сейчас тоже, но, тем не менее, жить стало лучше. Полноценная практически жизнь. Могу водить и машину теперь, что двоение нет в глазах. Привлечь внимание к аутоиммунным заболеваниям – одна из задач конференции, которая уже больше 20 лет собирает ведущих врачей со всей страны – от Калининграда до Владивостока. Количество аутоиммунных заболеваний растет по всем позициям. Конечно, самое частое заболевание – рассеянный склероз. И даже вот такой простой факт. У нас в среднем всегда было около 100 человек в год новых пациентов. За последний год у нас 167. Медики говорят, в случае с рассеянным склерозом излечение невозможно, но очень важно остановить болезнь на ранней стадии. Когда научат излечивать старость, сразу же после этого будем излечивать рассеянный склероз, диабет и многие другие заболевания. Поэтому, но стабилизировать ситуацию, повысить качество жизни, так чтобы пациент уже не назывался пациентом, как сейчас принято в англоязычной литературе, уже пишут не patient with a mass – больной с рассеянным склерозом, они живут, работают, рожают детей в неограниченном количестве. Главное – вовремя подобрать терапию. Благодаря усилиям врачей и современным медицинским технологиям можно позволить себе жить абсолютно полноценной жизнью, работать в полной мере и, в общем-то, с полной отдачей, то есть не испытывая никаких недостатков в коммуникации, в эффективности работы, в эффективности отдыха, что тоже немаловажно. Когда я начинал, все говорили, что занимаешься проблемой, перспективной, больным помочь не можем. Сейчас у нас практически 20 препаратов, то есть выбор очень большой, но важно индивидуально подобрать, кому какой препарат на какой стадии, при каком типе течения, при какой тяжести показывать. И этот оптимальный подбор, он определяет успех лечения. Появляются новые препараты, есть уникальные разработки российских ученых, но жизнь продолжает ставить задачи. Новосибирские врачи на конференции рассказывают коллегам о новом аутоиммунном заболевании, которое им удалось верифицировать. Например, мы будем рассказывать о нашем, фактически единичном случае, который верифицирован, о мокосоциированном заболевании, о котором говорят больше и больше. Пока этого нет, даже в МКБ не 10, даже в МКБ 11 отсутствует этот термин. Спорят, нужно ли это выделять в отдельную злогину. Мы поставили этот диагноз, мы лечим пациентку. В течение трех дней врачи успели многое обсудить. Новые методики лечения, инновационную диагностику, десятки докладов, которые посвятили 155-летию рассеянного склероза. В 1868 году французский врач Жан-Мартен Шарко дал болезней первое подробное описание. Время рубрики «На что жалуетесь?» Вы задаете вопросы по телефону 23810 или присылаете на электронную почту про здоровье собакова.тс-тв.ру. Ведущие врачи региона отвечают. У Елены Михайловны сын подросток. Женщина слышала, что в стране растет число несовершеннолетних с диагнозом наркомания. Волнуется, на что обращать внимание родителям? Как понять, что твой скрытный ребенок в группе риска и попробовал запрещенные вещества? Какие симптомы не пропустить? Употребление психоактивных веществ среди несовершеннолетних – это проблема поведения. И, конечно же, родители, которые имеют эмоциональный контакт с детьми, они чаще всего чувствуют, что ребенок изменился. И в первую очередь это изменит поведение. Становятся более замкнуты, меньше общаются с родителями, рассказывают. Чаще закрываются в своей комнате или уходят из дома. Появляются соответствующие вещи, которые – атрибуты употребления психоактивных веществ, новые знакомства, эмоционально неустойчивые, чаще возникает раздражение, агрессия или, наоборот, очень спокойное или же замкнутое состояние. Поэтому на это, конечно же, нужно обращать внимание. И не надо бояться идти на консультации к специалистам. Почему? Потому что специалист, нарколог никогда с первого раза ребенку не поставит наркомания. Есть такая проблема социальных ограничений в будущем, у кого имеются наши наркологические расстройства. Но несовершеннолетним мы стараемся помочь. Почему? Потому что, еще раз говорю, что в таком возрасте, как синдром заболевания, синдром зависимости, он формируется крайне редко, если есть очень серьезные органические изменения головного мозга, психические расстройства. Только у них развивается очень бурно, быстро наркомания. А среди среднестатистических несовершеннолетних – это просто поисковое поведение, и с ними нужно начать работать. Конечно же, это поведение на фоне психологических проблем, связанных и со школой, с родителями, с друзьями, еще какие-то такие внутренние конфликты. Но все это корректируется. Поэтому родители не должны бояться, должны обратиться к специалистам, которые помогут. Рисунки на стенах – как часть лечебного процесса. Уюта и спокойствие юным пациентам добавляет новое оформление в отделении детской травматологии облбольницы. Инициаторы обновления – автономная некоммерческая организация НОС. В этом году компания осталась без финансирования фонда президентских грантов. Как помочь тем, кто делает мир светлее и добрее? Они на самом деле появились одни из последних, потому что я немножко боялась рисовать хищников. Взяли рысят, именно котят. И одной из задач для нас было сделать именно какие-то эмоциональные рисунки, чтобы у них был характер у животных. На кошачьих собаку съела, шутит художница Александра Терентьева. Потому рысята – одни из любимых героев, созданных на стенах детского травматологического отделения областной больницы. Концепцию и эскизы разрабатывала сама. Воплотить в жизнь помогала большая команда. Чтобы сильно не отличалась, поэтому лучше первому пройтись одной рукой, так скажем. Потому что когда начинают, мы же все разные, один нарисует такого, другой такого, несмотря на эскизность, все равно мы чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. И чтобы более-менее цельная картинка была, лучше, чтобы один человек вот это вот все прошел, а уже роспись, красками, все это делали волонтеры. В этом отделении поставили рекорд. Со всей работой справились за три выходных. Сейчас последний штрих. Надо дорисовать рожки и глазки гусенички у сестринского поста. У каждого сотрудника у нас есть свой любимый герой. У перевязочной сестры это рыси, у сестры хозяйки это барсучки. А у вас кто любимый получается? Гусеничка. Мелкая, но очень красивая. Вообще хочется сказать большое спасибо волонтерам, что они скрасили не только пребывание наших пациентов в больничных стенах, но и нам. Нам тоже приятно приходить на работу и что-то каждый день интересненькое видеть. Потому что все равно что-то каждый день мы видим необычненько в этих рисунках. Что-то рассматриваем, но нам очень нравится. Слаженная команда. Проект уже шестой. Начинали с приемного отделения и травмпункта детской больницы скорой помощи. Затем было два проекта в Центре развития семьи «Коритос». В областной клинике в прошлом году украсили стены приемного отделения педиатрии. Далее планируют пойти в отделение детской хирургии на два этажа выше. И петрушка. Хирослав с мамой легли в отделение уже второй раз. Сейчас, чтобы снять фиксатор после перелома ключицы. Животных маленький пациент любит. А рисунки в коридоре добавляют домашней обстановке. Мы в прошлый раз были и не было рисунков. А в этот раз мы удивились, что рисунки появились. Это, конечно, великолепно. Это же все-таки детское отделение. Поэтому я думаю, что рисунки должны быть. И в палатах тоже было бы здорово. Дети у нас находятся в отделениях. Лежат длительно. То есть помогает им позитивно перенести послеоперационный период, предоперационный. В этом году команда автономной некоммерческой организации НОС осталась без грантовой поддержки. Но помочь активистам может любой желающий. Их можно поддержать любыми способами возможными. Смотрите через соцсети. Смотрите, какими еще проектами они занимаются. Потому что делают они очень большое дело. Делают очень важное дело для наших детей. Мы сами это видим. И не только для детей. Команда уже несколько лет не только ходит с красными носами в палаты к маленьким пациентам. С ребятами в больницах занимаются педагоги. Мастер-классы проводят для пожилых в домах милосердия. Стали регулярными гостями у детей с палеотивным статусом. Говорят, больничная клоунада перестала быть волонтерством. А стала профессией. Разве что стены в стационарах расписывают волонтеры. 16 марта в «Бродячей собаке» благотворительное клоунское кабаре. Вырученные деньги пойдут на поддержку автономной некоммерческой организации НОС. Волонтерство работает только тогда, когда это масштабно. Например, на каких-то больших мероприятиях, ивентах или что-то еще. А вот на регулярности нужны профессионалы, нужны люди своего дела. Люди, которые понимают в больничной клоунаде, которые развиваются. Педагоги, которые работают с детьми. Каждый день они сейчас 5 дней в неделю работают. С 5 до 8 у них рабочий день. Плюс там они еще приходят, у них там супервизии различные. И разговоры с врачами, контакты. И поэтому я считаю, что это важно, чтобы это было поддержано всеми. И мне нравится эта модель, которая сейчас вырисовывается, что у нас нет постоянного одного, одной корзинки, откуда мы питаемся, откуда берем деньги. Что это какое-то такое пространство, восполняемое, дающее, берущее, очень живое. Такое, знаете, тройное вин, про которое я всегда говорю, когда есть возможность делать какие-то классные дела для разных людей. И когда есть возможность с кем-то коллаборироваться, например, как с бродячей собакой, и делать благополучателями не только детей в больнице, хотя ради этого мы все делаем, но, например, те люди, которые приходят на эти события, я уверена, что они тоже очень много с собой уносят тепла, какого-то впечатления, яркости вот именно той жизни, которая происходит в этом моменте этого концерта. Секреты вокального мастерства для себя открывают те, кто недавно присоединился к команде сибирского дурацкого хора, организаторы коллектива, последователи хора дурацкого из Санкт-Петербурга. Идея была в том, что хористы могут делать все по-дурацки, баловаться, отворачиваться спиной к зрителям и даже перевирать слова. Я ударилась ногою, и теперь сижу иною. Сибирский коллектив появился в прошлом году по инициативе больничных клоунов. Прослушивание не надо, главное – желание. Люди приходят и тут же оживают, начинают петь, танцевать и дурить, говорит художественный руководитель Алена Григо. Зрители тоже в восторге. В конце февраля в Доме ветеранов хор искупали в овациях. Очень довольны были бабушки и дедушки, им очень понравилось. Мы переживали, как формат зайдет, но формат идеально зашел. Вообще им очень понравилось. Они с нами плясали. Мы долго от них не могли уйти, они предлагали нам еще раз повторить программу. Вот. В «Бродячей собаке» выступаем. У нас, кстати, 16 марта будет мероприятие большое. 16 марта в «Бродячей собаке» кроме выступления хора обещают свежие номера в лучших традициях мировой клоунады. Как приобрести билеты, можно прочитать в социальных сетях автономной некоммерческой организации НОС. В Боливии выпустили в дикую природу анского кондора. Он две недели лечился в биопарке от пищевого отравления. Подробности в рубрике «Мировые новости». Это самая крупная летающая птица западного полушария – анский кондор. Немного осмотревшись, он взлетает вверх. Птица возвращается к привычной жизни в дикой природе Боливии. Шестилетний самец только что прошел лечение в биопарке Агрофлоре. Туда кондоры передали жители департамента Качабамба. Они нашли его буквально умирающим. У пернатого хищника было пищевое отравление. «Он лечился две недели и теперь готов вернуться в естественную среду обитания. Мы рады». На птицу надели GPS-трекер. Теперь специалисты будут отслеживать её передвижение. Анские кондоры занесены в Красную книгу. В дикой природе их осталось примерно 10 тысяч. Кондоры размножаются медленно – один раз в полтора или два года. В одной кладке бывает не больше двух яиц. В последние несколько десятилетий специалисты стараются восстановить численность анских кондоров. Напоследок наблюдение французского философа-просветителя XVIII века Вольтера. Надежда выздороветь – половина выздоровления. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин